Кого досталось, сказал! Январь прошлого года. Оперативники и группа захвата блокируют ленд-крузер во дворе одного из рязанских домов. Водитель и четыре пассажира в упоре лежа. В багажнике цветы и продукты, у каждого лежащего ниц, в кармане нож. У кого перочинный, у кого бабочка. Наверное, чтобы подрезать сухие лепестки. Что делаете в городе Рязани? Я просто с другом приехал. Где сейчас находились? Откуда приехали? Под каким адресом проезжали? Спасли, вот сейчас приехали. В городе Рязани что делаете? Заехал проезд. Что тут делали в Рязани, пока находились? Давай еще. Ну ничего, он купил там цветы доможние. Какими купюрами расплачивались? Пяти тысячи. Как-то так случайно оказалось, что все пассажиры ранее судимы. Изумление и страх после задержания неподдельные, в отличие от содержимого авто. Первую пачку странных банкнот гости Рязани прятали в чехле заднего сидения. Похожие купюры в карманах. Всего 22 штуки. Вот, смотрите, упал. Видите, пачка. Вытаскиваю на коврик сюда, не сфотографируйте. Сейчас сфотографирую. Серия ХБ-375-48-75. В наружном кармане рубахи на грудном. В ходе расследования были проведены масштабные следственные и оперативностные действия с выездом сотрудников в Московский регион и в Калужскую область, где предполагались дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Следствием установлено, что задержаны причастны 13 фактам сбыта поддельных пяти тысячных купюр в городе Рязани и в городе Клин Московской области, совершенным за неделю в конце января 2020 года. Вина щедрой компании, по мнению следствия, абсолютно доказана. По третьей части, 186-й статьи Уголовного кодекса, им грозит до 15 лет лишения свободы. Максим Васильев, телекомпания, Город.